Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов и сегодня я хочу поделиться с вами нюансом естественной вентиляции дома. Я получаю очень много комментариев о том, что вот ты очень долго рассказываешь, там давай суть, сразу суть. И вот сразу суть для тех нетерпеливых, кто хочет сразу узнать о чем ролик. В естественной вентиляции дома можно делать не более одного поворота. Вот у меня один поворот и прямая труба уже на крышу. То есть у меня один поворот. Все, если сделать два поворота, все, естественной тяги не будет. То есть нужно уже будет ставить моторчики. Так, ну для тех, кто хотел получить сразу информацию, вы можете отключаться. А я постараюсь сейчас для интересующихся аргументировать, рассказать и показать, что происходит при добавлении второго поворота в тягу. Скажу сразу, что у меня естественная вентиляция в доме. То есть у меня здесь бойлерная и должна быть обязательно вытяжка из бойлерной. То есть вентилироваться бойлерная должна по-любому. Ну все остальные помещения. Так вот у меня вот этот выход из гаража, вентиляция гаража. То есть вдали ворота и как бы воздух уходит на крышу. Чтобы не делать еще один дополнительный грибок на крышу, я решил воткнуть в вентиляцию дома, еще и в вентиляцию гаража. Ну забегая вперед скажу, что это работает. Так что никаких проблем. Еще я предусмотрю обязательно у себя в доме принудительную вентиляцию. То есть вот туда вот вверх я вставлю моторчик для того, чтобы курящие гости, которые приезжают ко мне, могли где-то покурить зимой. Летом нет проблем, вышли на улицу, а зимой одеваться всем лень, все там в туалете курят. Ну сами понимаете, это не вариант. Поэтому как бы вот у меня здесь видите две лампочки. Одна лампочка срабатывает от движения, на датчик движения запитана. Вторая лампочка принудительно через выключатель. Через этот выключатель я запитаю моторчик, который поставлю туда в магистраль, который будет уже выдувать. То есть человек пришел в бойлерную, включил свет, у него заработал моторчик, и он уже может спокойно там покурить, чтобы не доставлять никаких неудобств в доме. Итак, как реализована у меня система вентиляции естественная. То есть вот это вот пошло наверх, вот это вот ответвление, это уже вентилируется коридор. То есть, ну а вот это, как я уже сказал, это вентиляция гаража. То есть, вот у меня гаражная комната. Вот он грибок вентиляции, прямо над дверью. Очень удобно. Дальше вот она идет. И оп, здесь точно такой же грибок. Ну, как видите, еще стены не отделаны, поэтому там некий зазор еще остался. То есть, вот это у меня главный коридор, который связан со всеми помещениями в доме. Из комнаты гостей сделана вытяжка тоже, чтобы она сюда в коридор выходила и уходила уже в основную вытяжку. Ну и собственно дырочка я еще не сделал там трубы. У меня просто нету 120 трубы, 125 вентиляционный. Поэтому пока еще вот она в таком виде, но это вот у меня тамбур тепловой или прихожая или, ну как назовите там, то есть сени, можно сказать, по старинке. Сделал я ее для того, чтобы, сами понимаете, помещение маленькое и когда двери хлопают, давление очень сильно скачет. Ну сами знаете, стекла трясутся, дверь выскакивает. Надо, чтобы связаны были все помещения в доме естественным кругом циркуляции воздуха. Итак, пожалуйста, вот вам пример, как работает тяга напрямую. Вот как видите, все замечательно. А вот пример я вот такой вот гофрой сейчас попытаюсь вам показать, что более одного поворота делать в естественной вентиляции не рекомендуется. Вот как видите, здесь даже вообще в обратную сторону идет тяга. Так что, ребята, учтите этот нюанс. Вот такой вот нюанс, который я обнаружил у себя в естественной циркуляции воздуха. Если вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, расскажу еще что-нибудь интересное. Ну а пока, пока. Спасибо, что смотрите. Пока.